Привет всем! Сегодня я бы хотела обсудить одно очень интересное явление касаемо буддистских практик. Сразу скажу, что я говорю из опыта Японии и только Японии. Вот как это в других странах, сама бы с большим удовольствием послушала. Итак, давайте поговорим о принципиальной разнице между мужской и женской практикой в японском буддизме. Итак, если вы мужчина и вы решили нырнуть с головой буддистские практики, причем именно в храмовые практики, то вы получите плюс-минус то, на что рассчитывали. Вы будете медитировать, получать посвящения, читать нембутсу, даймоку, но это уже зависит от школы, но это будет именно то, о чем вы думали. Может этого будет слишком много, может этого будет слишком мало, но в любом случае неудивительно. А вот если вы женщина, то ваша жизнь может измениться весьма кардинально, и в ней появятся такие элементы, о которых вы даже не думали. Например, вы можете ходить в храм буквально каждую неделю, вы можете несколько раз в неделю, и при этом заниматься там не только стандартными буддистскими практиками, не только медитировать, например, но и заниматься чайной церемонией и кибаной, а то и йогой и цигуном. Почему так получается? Так, еще сразу оговорюсь. Да, конечно же, есть мужчины, которые тоже занимаются всеми этими вещами, есть монахини, которые ничем не занимаются, только медитируют, но тенденция существует. И существует она вот почему. Дело в том, что в Японии, как и везде в других местах, монахини очень давно уже борются за место под солнцем, пытаются выбить себе больше возможностей для широкой практики. Но они сталкиваются с противодействием и со стороны своих, скажем, мужских половин, то есть монахов, которым не хочется, чтобы их красивая патриархальная система рушилась, и со стороны общества, которые относятся подозрительно ко всем этим новым движухам, которые явно нацелены на женщин и, возможно, уведут женщин в монастыри, и тогда некому будет готовить убирать и рожать детей. Поэтому в какой-то момент, а конкретно где-то на рубеже 19-20 веков, монахини стали действовать более хитро. Они стали предлагать женские курсы, всяких полезных вещей, которые помогут женщине, когда она станет женой и матерью. Ну, например, мы научим ее основам чайной церемонии, научим ее основам экибаны, научим ее красиво буковки писать, чтобы она была не просто какой-нибудь домохозяйкой, а производила впечатление на всех окружающих, на гостей своего мужа. И это было воспринято значительно лучше. Ну, а тот факт, что монахиня в процессе составления букетика вполне могла сказать какую-нибудь небольшую проповедь, ну и ладно, пусть говорит. Научит-то полезному. И вот так это постепенно закрепилось. То, что монахини, помимо всего остального, и даже в основном, в том числе учат женщин всяким полезным вещам. Со временем количество этих полезных вещей, которым можно обучить, росло и росло и росло, включало все более интересные варианты, ну, типа упомянутой мной йоги. И как это очень часто бывает в подобных ситуациях, то, что родилось из ограничения, стало бонусом. Потому что в тот момент, когда у нас уже активно стала отмирать прежняя храмовая система, которая предполагала четкую взаимозависимость храмов и прихожан, оказалось, что наиболее преданными посетительницами храмов являются пожилые женщины. А именно монахини, то есть женщины, знают, как этих пожилых женщин развлечь и что им такого интересного предложить, чтобы они приходили больше и больше. Да, конечно, современные японские монахи могут жениться, и поэтому вот эту вот обязанность развлекать прихожанок всякими интересными мероприятиями можно приложить на свою жену. Но не всем так везет. Так неужели вот эти вот развлекаловки, курсы йоги, икебаны, кулинарии и чего только нет, уводят людей от буддизма и превращают храмы в какое-то подобие клуба по интересам? Вовсе нет. Помните, я сказала, что монахини активно пользовались этими курсами для того, чтобы, ну, например, говорить проповедь? Так вот, так это работает и в наше время. Вот эти мероприятия, как правило, позволяют создать более уютную атмосферу, в которой проще поговорить с людьми о том, что их волнует, и как-нибудь перевести разговор на буддизм. В ходе моего исследования я проинтервьюировала какое-то количество людей, занимающихся подобными мероприятиями, и, как выяснилось, они с тех пор, как они начали что-то подобное в своем храме, они стали чувствовать, что люди больше интересуются буддизмом, задают больше вопросов, и они могут говорить с ними о буддизме больше, потому что, когда ты сидишь и, например, разминаешься перед всякими позами для йоги, почему бы и не поговорить о буддизме? Люди чувствуют себя более свободной и считают, что они могут задавать всякие разные вопросы. Так что, дорогие мои мужчины, если вы слышите, как ваша буддистская подруга рассказывает вам, как она замечательно сегодня провела время в храме, как они сначала немножко помедитировали, потом позанимались цигуном, а потом вязали маленьких хорошеньких бодхисатт. Не удивляйтесь, это тоже практики, это наши практики, они нам очень-очень помогают. Ну что ж, в комментарии, пожалуйста, делитесь своим опытом, встречали ли вы что-то подобное, ну и пока-пока.